Как уже сообщал «Калибр АС», вылазка военнослужащих Армении к озеру Гарагёль 9 ноября завершилась эпическим провалом. Напомним, решившись хоть как-то отличиться от своих бездарных предшественников, нынешний министр безуспешной обороны Армении Аршак Карапетян дал указание личному составу вооружённых сил Армении передислоцироваться к озеру Гарагёль и занять более выгодные позиции вблизи армяно-азербайджанской государственной границы. Так он лично подписал приказ о выдвижении на двух грузовых автомобилях КАМАЗ в направлении госграницы около 60 армянских военнослужащих, оснащённых стрелковым оружием и штатными боеприпасами. По приказу министра обороны Армении, они должны были в кратчайший срок взять под контроль просёлочную дорогу, связывающую посты подразделений азербайджанской армии. Загородив дорогу металлическими сеточными конструкциями, габионами, армянские военнослужащие попытались перерезать дорогу между позициями азербайджанских военнослужащих. Однако, столкнувшись с решительным отпором наших военных, армяне вынуждены были отступить. Не прошло и получаса, как к месту инцидента прибыл вооружённый до зубов отряд спецназа азербайджанской армии. Армянские военнослужащие были взяты в окружение. Отрезанные от тыла и абсолютно потерявшие понимание ситуации армянские солдаты, в 10-градусный мороз, не обеспеченный горячим питанием, водой и соответствующими средствами для обогрева личного состава, попали в безвыходное положение. К слову, наши военные, в отличие от армянских, были обеспечены и продовольствием, и палатками, и отоплением. По нашей информации, с армянской стороны поступали неоднократные просьбы покормить и напоить их. Однако сердце азербайджанского спецназовца не дрогнуло. Кормить вражескую армию в наши обязанности уж точно не входит. Разрядились ситуацию российские военные, а именно, заместитель командующего 102-й российской военной базы в Гюмри Александр Горин. Лишь обращение российских коллег к азербайджанскому командованию позволило армянской стороне убраться самой, а не, как обычно, ногами вперед. Напомним, что все это происходило в тот день, когда в центре Еревана тысячи нацистов с факелами скандировали у российского посольства «Прощай, немытая Россия!» и требовали прекратить российскую оккупацию Армении. Но вернемся к Горогелю. Пора бы официальному Еревану уже понять, что подобными необдуманными действиями армянское военное командование не сможет добиться положительного результата, а всего лишь бессмысленно рискует жизнями своих солдат. Трагедия в том, что даже их массовая ликвидация не стала бы проблемой для мастеров армянского агитпропа. Они бы начали лепить из армянских солдат мучеников и героев. Но в действительности мы все стали свидетелями, как безграмотное армянское военное руководство в очередной раз превращает своих военнослужащих в пушечное мясо. Как это уже было с провальным контрнаступлением в Джебраиле или же засылкой ширакских военных в Хаджавент в декабре прошлого года. На этот раз зенворы отделались легко и с пугом, пинками и массовым воспалением легких. Но что будет в следующей? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова